Знаете ли вы, чем может быть опасна течка? С одной стороны, благодаря ей появляются такие милые всеми любимые щеночки, а с другой стороны, течка у собаки может стать причиной беды или даже смерти. К сожалению, у меня есть подобная история из моей жизни. И я уверена, что те, кто мечтал завести собаку или только-только завел себе щеночка, даже и не догадывался о том, сколько нюансов и опасностей подстерегает владельцев собак-девочек, и особенно, когда это случается в первый раз. Итак, обещанная грустная история из моего семейного архива. У моей мамы в 19 лет появилась собака, красивейший черный королевский пудель, которого она любила безумно. Это была девочка, ее звали Альфа, и она была суперпослушной собакой. Мама рассказывала, что на улице просто она гуляла всегда без поводка, всегда беспрекословно слушалась и вообще была такой классной, гривой, любимой собакой. Но потом, в какой-то момент, на даче у Альфы была течка, и она сбежала с участка, ее некоторое время не было, а потом Альфа вернулась, и оказалось, что она нагуляла себе потомство, неизвестно от кого, неизвестно как и при каких условиях. И, к сожалению, история кончилась печально, потому что Альфа умерла во время родов, потому что она не смогла разродиться вот этими непонятными щенками. Почему побег Альфы был никак не связан с ее послушанием или выдрессированностью, и почему любая собака на самом деле находится в опасности, в период утечки, и почему хозяину надо быть обязательно внимательным, предусмотрительным и все знать, через что проходит собака. Меня зовут Оля, и у меня живет две фараоновые собаки-девочки Миссия и Шила. И на примере моих собак я вам расскажу, что ждать хозяину от течки. Ведь я не понаслышке знаю, как меняется поведение собаки, и к чему может привести легкомысленность хозяина. Течка, или по-научному эструс, это период полового цикла у собаки. В среднем у собаки первая течка случается в период аж от 6 до 18 месяцев. И здесь все очень индивидуально и зависит от породы, от размеров собаки и от наследственности. У счастливых же обладателей аборигенных пород, это такие породы, как хаски, маламуты, акиты, сибаину и так далее, и в том числе фараоновые собаки. У этих пород обычно созревания наступают вообще очень-очень поздно, и поэтому вы будете ожидать течку на, скажем так, крайнем, на крайней точке допустимого периода. Например, в нашем случае у Мисси, старшей собаки, сейчас три года, первая течка случилась в год и три недели, а у Шилы первая течка случилась вот буквально недавно, в полтора года. На самом деле это было очень смешно, потому что наша тренер-кинолог ждала течку у Шилы с ее 6 месяцев, то есть она год нам пророчила, что ой, что-то Шила задумалась, наверное, это у нее течка будет, ой, что-то там опять Шила там не так себя ведет, наверное, у нее течка будет. И как бы нет, полтора года мы ждали, чтобы ребенок стал девушкой. На самом деле в какой-то момент мы уже думали, что может быть у Шилы скрытая течка, потому что это тоже явление, которое случается, и проявляется оно в том, что просто у собаки нет никаких визуальных симптомов того, что она находится в течке. Но тем не менее все физиологические процессы происходят, и собака может забеременеть и принести потомство. И я даже не знаю, это удобно или неудобно, каждый решает сам, потому что, с одной стороны, вроде как скрытая течка, и нет всего этого визуального проявления и всей той грязи, которая появляется в доме из-за течки, но, с другой стороны, нет никакого контроля и понимания, что происходит с собакой и что делать в какой момент со своей собакой. Чистота течки зависит от породы, и в среднем течка у собак случается один или два раза в год. Начало течки — это еще цветочки. Помните, что первая течка для собаки — это неожиданность не только для хозяина, но и для самой собаки. Она действительно не понимает, что с ней происходит в этот период. У нее происходит очень много кардинальных изменений физиологических, на гормональном уровне, психологических. То есть собаку в этот период можно сравнить с подростком лет 12-14, который проходит всю эту стадию полового созревания, которая сопряжена с массой всего удивительного и интересного. Поэтому помните, что собака тоже в этот момент у вас подросток, и она может себя вести неадекватно. Поэтому, если вы знаете, что возраст собаки подходит к тому, что у нее должна или может случиться течка, вам надо быть предельно внимательными к своей собаке для того, чтобы вовремя считать все сигналы и изменения поведения собаки. Как же собака начинает себя проявлять, и как начинает меняться ее поведение? Здесь, на самом деле, нет одного какого-то стандарта, потому что как все люди разные, так и собаки все разные. Даже внутри одной породы, даже внутри одного помета они могут себя проявлять абсолютно по-разному. Чаще всего собаки и девочки становятся более задумчивыми, меланхоличными, смотреть в окно могут подолгу, думать о балых парусах и принцах. Вот я так замечталась. Но, тем не менее, действительно собака становится более задумчивой, менее реактивной, она хуже может реагировать на команды и вообще задумываться о смысле жизни и философствовать. Это один вариант. Второй вариант, эта собака, наоборот, может стать более агрессивной, более раздражительной. Ай, уйдите от меня все, я не понимаю, что со мной происходит. И она может проявлять агрессию как к людям, так и к другим собакам. Например, у нас с Шиликом она была просто задумчивая, она не хотела работать на тренировках за пару недель, она отказывалась выполнять те команды, которые она хорошо знала. Кстати, если вам интересно узнать, сколько знает команд «Моя собака», то смотрите видео, где Шила выполняет, не скажу сколько, команд. Также вы можете заметить, что на прогулках собака стала чаще присаживаться и метить территорию. Таким образом, она оставляет послание будущим кавалерам о том, что здесь есть невеста. Когда же вы видите уже прямо конкретные физиологические проявления у собаки, вы тогда точно уже понимаете, что всё, течка началась, и собака попадает в первую стадию цикла, которая называется проэструс. И в этот момент у собаки уже набухает петля, появляются кровянистые выделения, у собаки набухают молочные железы. То есть, например, до этого у неё практически не могли быть незаметными, она могла вообще походить на кобеля, но тут она уже становится более женственной. А ещё что самое интересное, вот в этот первый период у собаки появляется агрессия к кобелям. При этом кобели привлекаются уже вашей собакой. И на это смотреть на самом деле очень весело и интересно, потому что история происходит следующая. Собака девочка такая где-нибудь идёт, увидела кобеля, такая, ну давай-давай, иди за мной, иди за мной. Кобель такая, оооо, девушка, сейчас я к вам подкачу. Ну и чешет за собакой. При этом девочка, как только видит, что кобель слишком близко к ней подошёл, она такая сразу огрызается, руки убрал, и продолжает дальше идти, такая сама поглядывает, там идёт дальше, а не идёт. Вот такая примерная история. Поэтому в период проэструса собака ещё не готова связываться полноценно с кобелями и думать о потомстве. Поэтому для неё это такой подготовительный период, что-то типа стадии флирта и заигрываний, но без физического контакта. Если у вас живёт не одна собака, то в случае, если они разнополые, то есть у вас кобели сука, следует их развести по разным помещениям, квартирам, домам, родственникам или друзьям. В общем, сделать так, чтобы на период течки они не пересекались. Таким образом, вы убережёте и свою девочку от неплановой беременности, и кобелю нервы не будут трепаться из-за рядом находящейся течной и такой совлазнительной девочки. Если у вас собаки-девочки, то надо следить за их отношениями, поскольку они могут обостриться. Течная сука среди собак считается самой крутой. Ну, круче разве что может быть беременная собака. А потому она может начать качать права. И если вторая собака не согласна с таким ходом вещей, то этот накал страстей может привести к стычкам или разборкам. А однажды поругавшиеся суки навеки вечные остаются соперницами и даже врагами. Ну, просто всё как у людей. Допустим, мы так очень боялись в случае с Миссией и Шилой, потому что Шила, она крупнее, наглее и больше Миссии, но при этом она всегда была щенком, и она всегда была в некотором подчинении у Миссии. То есть Миссия у нас старшая, она руководит всегда процессом. И мы боялись, что в период течки как бы так не допустить, чтобы не случилось этого переворота, и чтобы Шила вдруг не решила, что теперь она тоже взрослая, теперь тоже она право имеет на всю и вызвала бы Миссии на дуэль. В общем, надо быть внимательными и предотвращать всякие подобные попытки. Что же ещё будет происходить в первую стадию течки? Будет приходить нечто яркое и незабываемое, а именно грязь в доме. Первым делом вам надо убрать все ковры и любые марки предметы, поверхности из вашего дома, особенно из тех мест, к которым имеет доступ ваша собака. Либо вы можете ограничить доступ собаки к тем помещениям, тем зонам, которые особо уязвимы. Если собака спит у вас на диванах, например, как у нас, или на кровати, то стоит позаботиться о том, чтобы закрыть все эти предметы мебели пледиками, желательно не марками, и такими, какие вам не жалко будет выкинуть после течки или постирать и оставить до следующей течки, но знать, что, в общем-то, они для других целей служить вам не будут. И самое важное, в этот период вашим лучшим другом станет швабра, потому что капли крови будут везде. И за время течки собаки вы, скорее всего, узнаете, что человечество уже придумало даже специальное моющее средство, предназначенное специально для животных, для того, чтобы уничтожать метки, отметки и любые пятна, и любую грязь, которая связана с животными. Буквально перед шилиной течкой мне от бренда Лайна прислали несколько средств для тест-драйва, что оказалось очень кстати. Моющие средства у Лайна выпускаются в двух форматах в виде концентрата или уже готового спрея. Они очень экономично расходуются, легко пенятся, эффективно удаляют загрязнение, поэтому смогут сберечь ваше время и кошелек. И ничего не надо смывать. Бренд гарантирует безопасность их моющих средств как для людей, так и для животных, поэтому даже когда вы устраиваете акцию чистоты в доме, вам не надо выгонять животное из комнаты или из дома, лишь бы оно никак не приконтактировало с моющим средством. Лайна утверждает, что даже кот или собака могут лизнуть ту поверхность, которую только что помыли, и всё с собакой или котом будет в порядке. И ещё здорово, что все моющие средства не имеют резкого запаха, и поэтому они не раздражают питомцев, которые обычно очень чувствительны к любой химии. Я даже подносила крыжечку с моющим средства к носу собак, и они вот так вот не отворачивали, не убегали, не говорили, нет, ой-ой-ой, фу-фу-фу-фу, уберите это. Нет, они спокойно реагировали. Найти эти чудо-средства можно практически где угодно, в любом зоомагазине, а также онлайн, на таких сайтах, как Wildberries, Ozone или Яндекс.Маркет. Ссылочку на продукцию я оставлю в описании под видео. Но знаете, что грязи в доме можно избежать? А эти как? Есть чудесное средство, которое придумало опять-таки человечество. Это трусы! Они выглядят как памперсы с прорезью для хвоста, и они надеваются на собаку и выполняют функцию они теперь в пространении кровянистых выделений. Шелошу с недоверием смотрят на эти трусы. Как они работают? Во-первых, где их можно взять? Они продаются практически в любом сейчас уже зоомагазине, либо их можно шить на заказ. Мы, например, шили на заказ эти трусы. Они надеваются как памперс на собаку, и посередине вот сюда приклеивается обычная женская прокладка. И все, и собака в них ходит, и вроде ничего не пачкается. Кажется просто чудо-решение, да? Но нет. Многие специалисты против собачьих подгузников, поскольку те лишают собак природной возможности поддерживать собственную гигиену, подлизываясь. А оставшаяся на трусах кровь способствует быстрому размножению бактерий и, как следствие, повышает риск собаке подхватить инфекцию. К тому же многие мои знакомые собаковладельцы утверждают, что все их питомцы виртуозно снимают все эти трусы. Плюс еще эти трусы могут натирать и доставлять дополнительный дискомфорт. А собачке и так не очень сильно приятно. Но если вы решите все-таки пользоваться этими трусами, например, в какой-то ограниченный период времени, например, на ночь их надевать, то позаботьтесь о том, чтобы вы приучили собаку без стресса спокойно к этим трусам заранее, а не тогда, когда у собаки и так много всего происходит, а тут вы еще с этими трусами к ней лезете и надеваете на нее непонятно что. У меня собаки, кстати, эти трусы вообще не носят, мы никогда ими не пользуемся, потому что мы за то, чтобы собака сама себя обеспечивала чистотой. Так можно сказать? Итак, в самой грязной и вроде бы неприятной стадии течки мы разобрались. Что же происходит через 7-10 дней после начала течки? Случается, на самом деле, самая интересная и самая опасная стадия, которая называется эструс, еще известная как половая охота. И длится она также примерно 7-10 дней. И в этот период собака очень хочет стать мамочкой. И поэтому она будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы реализовать свое женское предназначение. В этот период у собаки просто будет крышу сносить от желания найти себе жениха. Тут она будет вполне конкретно. Например, нам Шилу в ее первую течку просто покоя не давала, наверное, неделю. Особенно яркими было несколько ночей, когда она постоянно просилась на улицу. Шилу просится опять на улицу. Она выбегала, она бегала вдоль забора. Мы даже боялись просто с ней выйти за территорию своего дома, своего участка для того, чтобы, не дай бог, не встретить хоть кого-нибудь. Потому что кавалеры точно выстраивались в очередь перед нашим домом. Мы это определили по следам на снегу перед въездом на территорию участка, где мы с собаками не ходили на тот момент уже недели полторы. Мы только выезжали с ними на машине и ездили в безопасные места для выгула. Но, тем не менее, по утрам мы обнаруживали следы. И Шилочка все время пищала, просилась на улицу, говорила, мне надо срочно гулять, мне надо срочно гулять. А, да, еще помните, что, возможно, вам придется, кстати, чаще гулять со своей собакой в этот период, потому что просто она чаще будет хотеть ходить в туалет. Ну и, конечно же, она тоже будет метить территорию, оставлять любовные записки и говорить «Эй-эй-эй, здесь я есть, приходи ко мне, жених». Поэтому это очень опасный период, когда поводок ваш лучший друг для того, чтобы как бы что ни случилось. Так вот, помните мою историю про Альфу? Ею как раз был организован побег в период вот этой вот второй фазы половой охоты, когда, ну, очень, ну, очень надо было собаке, ну, вот надо было, вот было у нее желание. И, к сожалению, человек с этим ничего поделать не может, ругать собаку бессмысленно, ей руководят гормоны, она ничего плохого ни себе, ни вам не хочет, но вот такая сила природы. И, конечно же, в этот период времени еще очень надо, будет активно и часто отбиваться от женихов, то есть от кобелей, которых просто от мала до великого будет выстраиваться целая толпа. Поэтому хорошая идея в этот период ограничить свои прогулки, ходить в какие-нибудь малолюдные места, как-то точнее сказать, малособачные места, в общем, места, где наименее велика вероятность встретить других собак, кобелей в частности. Конечно же, в этот период вам не надо ходить на выставки, участвовать в соревнованиях и так далее, потому что тут даже дело не в вашей собаке и в том, что вы не сможете ее утихомирить, потому что некоторые собаки могут, ну, более-менее спокойно себя вести или там вот за исключением этих нескольких дней бурных-бурных эмоций, собака, в принципе, может так в меру себя вести и в меру показывать интерес в отношении кобелей. Но не забывайте о том, что кобелей будет тоже сносить голову, и он не будет сносить голову каждый раз. У них процесс половой охоты происходит просто постоянно в течение жизни. Он не пикует и не угасает, как у, допустим, сук. Поэтому не надо провоцировать, других кобелей. Будьте благоразумны и постарайтесь не посещать места большого скопления собак в период течки вашей суки. Как понять, что начался сезон охоты на кобелей с точки зрения визуала у собаки? Вы это поймете, потому что выделений стало значительно меньше или они стали практически незаметными, и девочка сама начинает очень активно интересоваться кобелями и уже более конкретно заигрывать. Как бы если есть желание поэкспериментировать, то на самом деле в этот период собака может себя очень интересно вести и могут разыгрываться настоящие любовные драмы. Прям роман писать можно будет. У нас так было с Миссией в её первую течку. У неё был друг Хаски. И там просто можно было просмотреть всю гамму чувств. Всё, конечно, их общение происходило под контролем, поэтому ничего плохого, даже намёков на это не было. Итога при его любых попытках сразу же хозяева отгоняли от нашей мисочки. Но наблюдать было очень интересно, как Миссис заигрывала, как она из себя строила такую прямо девушку. Такой, ну подойди ко мне, ну давай. Там ты тогда прогибалась и выгибалась, прям реально соблазняла, как я не знаю что. Потом появилась ещё выжила девочка. И тут у Миссины уже началась ревность. Как только Хаски посмотрит в сторону этой выжилы или, не дай боже, про это какой-то к ней интерес, и там хоть как-то там с ней попробует поиграть, при этом Хаски был просто валенком. Он был такой милой собакой. Ну, есть милая собака, просто мы больше не живём в том доме, поэтому у нас собаки сейчас не общаются. И, о божечки, и Миссиша так ревновала, как только Тога обращала внимание, она выжила, она просто устраивала сцены ревности, устраивала целые скандалы, целое представление. Затем, в общем, было очень весело наблюдать, но надо быть с этим, конечно, осторожными. И ещё в этот период собака становится прям самой нежностью, то есть она к людям больше ластится. Но опять-таки вот у неё наплывают все эти гормоны, и она прям больше хочет тактильно общаться и взаимодействовать с миром. Если уж нет кобелей, ну ладно, пусть люди погладят. В связи вот с этим всем мы запоминаем, что в период течки мы держим собаку на поводке, ни в коем случае не спускаем с поводка. Мы на всех прогулках просто максимальное внимание уделяем собаке, потому что тоже есть всякие разные нежданные моменты и истории. И вот момент вязки, он просто может произойти мгновенно. Так было тоже у одной моей знакомой, когда она стояла, общалась со своей подругой, и в этот момент у моей знакомой был кобель, у её подруги была сука, они были одной породы, и сука была в течке, и в общем как бы они повязались. В итоге родились щеночки. Повезло, что это были собаки одной породы, выставочные, и поэтому там смогли оформить этот процесс как плановую вязку. И поэтому у щеночки все получили документы, и всё закончилось хэппи-эндом, но как бы может случиться же и не так, верно? И ещё, кстати, я знаю, что в продаже есть всякие разные средства, которые должны вроде как убирать запах течной суки и меньше привлекать кобелей. Мы этими средствами никогда не пользовались, но если у вас был такой опыт, то, пожалуйста, поделитесь им в комментариях. Я думаю, это будет всем полезно. Ну что ж, мы пережили самую вроде как страшную стадию, и теперь вроде можно расслабиться, потому что всё, у собаки выделения все закончились, всё, собака уже успокоилась, и ей уже не хочется бегать, прыгать, искать себе приключения на причинное место. Но нет, это не время расслабляться, потому что начинается третья фаза течки у собаки, которая называется диэструс. И она заключается в том, что собака готовится стать мамой, причём независимо от того, была ли у неё вязка или не было. И этот весь процесс называется ложной беременностью. Я сейчас не хочу погружаться в детали и рассказы о том, что такое ложная беременность, можно ли как-то её предотвратить или нет. Если вам интересна эта тема, то напишите в комментариях, дайте мне об этом знать, и я сниму отдельное видео. Всё, что вам надо знать, это то, что стадия диэструса длится примерно два месяца, и это тот период, когда собака готова стать мамой. Ну, точнее, когда она беременная и ждёт потомства. И в её организме всё ещё происходят определённые гормональные процессы, и даже визуально вы можете видеть некоторые сохраняющиеся изменения в её теле, такие как, например, молочные железы продолжают быть набухшими ещё некоторое время. И когда заканчивается фаза диэструса, начинается самая спокойная и счастливая фаза анаэструс, которая длится примерно 5-7 месяцев, и это стадия полового покоя, когда собака не думает о том, как же ей размножиться и оставить после себя потомство. Но что происходит после этих 5-7 месяцев? Ха, карусель повторяется. Все циклы повторяются вновь и вновь, и так они будут продолжаться на протяжении всей жизни вашей собаки, то есть 10-15 лет. Теперь закономерный вопрос, а можно ли вообще как-то минимизировать течки? Особенно если, например, у вас собака, которую вы не хотите отдавать в племенное разведение, не хотите иметь щенков, и вот можно ли от этого всего счастья избавиться? Да, можно, и такой способ существует, и это называется стерилизация. И на самом деле ничего страшного в ней нет. Сейчас в меня полетят помидоры. И если вы не планируете вязать собаку и делать так, чтобы у неё было потомство, то, честно говоря, гуманнее всего это стерилизовать вашу собаку, поскольку она не будет проходить через все вот эти вот гормональные качели и вот эти вот все физиологические процессы, если они не имеют никакой реализации, то это только лишние мучения для собаки. Это раз. Вы избавите себя от многих проблем и рисков, и в-третьих, вы избавите собак от потенциальных онкологических заболеваний. В моей жизни было пять собак, все были девочками, мы их не стерилизовали, и, к сожалению, на старости лет у всех были проблемы по части онкологии и по части именно их половой систем, и поэтому, когда проблемы возникали, нам уже приходилось делать операцию и их стерилизовать уже на старости лет. Но при этом мы ни одну собаку не вязали, и, честно говоря, сейчас я понимаю, что было бы гуманнее их стерилизовать по молодости для того, чтобы избежать всех этих проблем в будущем в старости у собак. Но напишите в комментариях, считаете ли вы, что стерилизация это гуманно или нет, это добро или зло. Будет интересно почитать аргументы одной и другой сторон. Главное, помните, что течка — это не болезнь, это нормальный процесс, который происходит с собакой за её жизнь. И во время течки собака не болеет. Если у вас активная игривая собака, то продолжайте с ней играть. Вы можете продолжать с ней заниматься. Просто результат может быть не таким высоким, как в периоды полового спокойствия. Но, тем не менее, никто вам этого не запрещает делать. Пожалуйста. И всегда смотрите на то, как ведёт тебя собака, как она себя чувствует. И исходя уже из этого, принимайте решение, что можно делать собаке, а что нельзя. Но при этом не надо ожидать от собаки суперпослушания, не надо на неё злиться и её ругать, если в период течки, например, она себя ведёт как-то непривычным для вас образом, излишне пассивная, или излишне агрессивная, или излишне активная. В общем, что-либо с ней происходит не так. Не надо на этом акцентировать внимание, потому что собака проходит через период. Но при этом не стоит также очеловечивать собаку, считать, что она прям бедная, мучается, строгает, что ей так же больно и неприятно, как, например, женщинам во время этих дней. Не надо перекладывать свои ощущения на собаку, потому что у них это всё происходит иначе. И, наверное, это самый главный вывод, который надо сделать, что у собак есть свои процессы, они нормальные, они закономерные, и вам надо просто их принять и понять. Ну и тоже сделать, конечно, вывод, если вы, допустим, думаете о том, какую собаку приобрести, мальчика или девочку, то взвесить все за и против каждого из полов. И помните о том, что половой инстинкт — это залог выживания любого вида. Поэтому относитесь с пониманием к своей собаке.